Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и началась августовская ветреная погода. Ветер свежий задувает прямо в берег, и нам придется для рыбалки найти более подходящие места. Ставим релакс копыта в размере 6 дюймов. На головке 36 граммов. Зато крючок, смотрите, какой огромный. С такого крюка ни одна рыба не сойдет. Ну что-то прямо рыба какая-то совсем детская. Мы же сюда на рыбалку приехали, а не в детсад уничтожать. Леха приехал на выручку. Сейчас наловим какого-нибудь судака. Да, я надеюсь, что-нибудь поймаем сегодня. Ну что, Алексей, не понравилась тебе такая зеленка? Да ну, начал вот с мелкой попробовать. Одна поклевочка была. Сейчас попробую укрупниться немножко. Раз ты говоришь... 6 дюймов. Здесь щучка, да, поставим сейчас что-то типа вот такого. Кстати, работает как на джиг-головке, так и на чебурашке, да, с овсетником. На джиг-головке чисто случайно одел. Закончились овсетные крючки, пришлось одеть на джиг-головку. И в прошлом году успешное завершение. Три судака. Буквально там за 30 минут. По трешке были. Я прошлый год закрыл сезон прям шикарно. Вот, кстати, именно на эту приманку. Именно этого цвета. Что-то фиолетовый не очень, да? Да. Надо меняться. Время было маловато, поэтому поставим вот такую вот кивину. Ты же сказал, 6 дюймов надо ставить? Да. Ну, вот так раз 6 дюймов. Проверим, нравится ли этот приманкар. Последнее время стал ставить флюрокарбоновые поводки. Что-то они мне прям понравились. Раньше меня размер пугал этот 0,74. Флюр. Работает идеально. По щуке просто еще ни одного среза у меня не было. Я даже зимой на жирлицы стал ставить такие поводки. Конечно, мнения двояко разделились. Кто-то говорит, все это ерунда. Кто-то говорит, поклевки чаще становятся, удваиваются. Но мое мнение тоже, что поклевок с флюрокарбоном больше. Конечно, когда у рыбы жор, ей все равно какой поводок стоит. А вот когда она осторожничает, в этом есть какой-то плюс. В этом году саратовский мастер сделал вот такую новую приманку, которая сошла с производства, вернее, закончила производство 10-12 лет назад. И сегодня мы возобновляем. Да. То есть вот такая вот она интересная. В срезе, если посмотреть, здесь вот такое углубление, а здесь вот как рыбка. Как мне объяснили, работает очень хорошо по окуню, по головлю. Пока они легенькие, это 5-6 грамм самые мелкие и 8 грамм самые тяжелые. Но на следующий год обещают, что будут тяжелые веса. Я думаю, тогда она пойдет и по жереху очень даже неплохо. То есть я думаю, что составит конкуренцию, наверное. Я даже, наверное, уверен в этом. Что у него все приманки рабочие. Составит конкуренцию вот такой вот приманки. Булки. Булка, да. У нас в Самаре их прозвали булками. Вот. Работает практически по всей рыбе. Ловит всю. Все собирает. И судака, и щуку, и окуня, и жереха, и головля, и езя. Ребята даже на соревнованиях года два, по-моему, да, назад поймали. Красноперку. Красноперку на килограмм. Вот. Поэтому думаю, что вот это пока, ну, будем говорить, не в единственном. Но вот дали протестировать приманки. Появятся они у нас, наверное, где-то в середине августа, я думаю. Зайдут они к нам в Самару на рынок, будут вот такие вот интересные штучки. Пока на легкие веса, на легкие спиннинги ловить, ну, наверное, все-таки окуня. По большей части окуня будем ловить. Эх, на Волгу нам сегодня не судьба попасть. Что-то там такие беляки гоняет ветер. Подождем, когда он стихнет. А сейчас отправимся в протоку. Пойдем в сторону Базы. И дальше по известным траекториям. Вот мимо Базы пойдем в сторону Липового Ерика. Что-то таким ветром всю рыбу, похоже, сдуло на дальний кордон. Даже окунь на попе не откликается. На границе получается тенечко и солнышко. Вот там выходит из тени. Копер. Вот они его. Ну, давайте. Так, здесь тоже ничего не выводится. Поехали дальше. Поставим дядьку одного-то щупы прескать. Продолжение следует... Если хоть одна рыба клюнет, я буду безмерно счастлив. Пока тут у меня насекомые. Спрятались, наконец-то, от ветра. С волны. Наконец-то. Первая рыба дня. Ни на что больше не хочет ловиться. Да и этот, собственно говоря. Руку потешить. Может, конечно, здесь и крупнее будет. Ну что ж, дорогие друзья, накатались мы сегодня знатно. Аж до Сызра не дошли. Продолжим рыбалку завтра. А на сегодня до новых встреч и рыбацкого счастья вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова